Случай, который войдет в историю российской юридической практики. В Новосибирске нашли управу на сотрудников бюро ритуальных услуг, которые использовали недопустимые методы. Регулярно из разных регионов приходят новости о том, как работники таких контор обрекают людей, потерявших близких, на дополнительные страдания. Чтобы опередить конкурентов, используется даже шпионская техника. Об агентах, которые похоронили собственную совесть, в репортаже Елены Макаровой. Семейный бизнес на костях. Мать владелец ритуального салона, а это сын, теперь уже бывший сотрудник полиции, который делился с ней мертвыми душами, а точнее информацией о них за деньги. Это редкий случай, когда ритуального шпиона прокуратуре удалось взять с поличным и привлечь к ответственности. Залетели здесь, вы не имеете права, ничему здесь притрагиваться. После того, как суд обязал коммерсантов выплатить штраф в миллион рублей за коррупционное правонарушение, информатор свою часть миллиона отдал. Его мать посчитала, что это заговор, и оплачивать штраф отказалась. Судебным приставом ничего не оставалось, как арестовать гробы, венки, кресты и всю остальную погребальную утварь. В ходе совершения исполненных действий был наложен арест на ритуальные принадлежности, похоронные принадлежности. Там 53 венка, 17 крестов, 17 гробов. Будет назначена это сыночная организация, которая установит уже реальную стоимость, рыночную стоимость данного имущества. В материалах уголовного дела о даче взятки указывается, что благодаря ценной и, самое главное, оперативной информации полицейского агенты похоронного бюро оказывались у дверей родственников умершего, иногда даже раньше судмедэкспертов, не говоря уже о конкурентах. Похоронный бизнес отличается от обычного рынка услуг. Клиент ритуального агентства это человек, который потерял кого-то из близких родственников. Причем обычно это событие неожиданное. Такой человек не будет вспоминать, что он где-то что-то читал или видел объявления о недорогих погребальных услугах. Поэтому агенты таких компаний предпочитают не терять время и не ждать, когда клиент придет сам. Вопиющий случай, который произошел недавно в Уфе, тому подтверждение. Одновременно со скорой помощью теневые агенты нагрянули в дом к больному ребенку. Владимир, сотрудник ритуального агентства, сам не понаслышке знает о методах работы так называемых стервятников 21 века. Именно поэтому попросил не показывать его лицо и изменить голос. Говорит, ради заказа теневые агенты готовы идти на крайние меры. Правоохранительных органов, то есть от скорой помощи не подходит. То есть информация пошла в город, что на этом адресе умершь и все. Сколько примерно стоит эта информация, чтобы передать? От 8 до 12-13 тысяч. Это видео в социальной сети выложил житель Кемерово. Его мама умерла в больнице, но во время перевозки тела в морг пропал паспорт умерший. Выяснено, с его забрали сотрудники ритуального агентства. Паспорт давайте отдадите по-хорошему. Я объясняю, что нет, что на констовании. Паспорт, конечно, мы вам отдадим. Вот и давайте. Они таким образом себе клиентов, я не знаю, что ли, нарабатывают. Они хотят, чтобы пользовались услугами именно их агентства. Причем вот эта перевозка тела из больницы в морг, да, она для родственников уже является платной, я так понимаю. Это нам уже объяснили, что это бесплатно. Ради победы в конкурентной борьбе работники похоронных бюро готовы пользоваться и шпионскими устройствами. Внутри этой коробочки микрофон, антенна и передатчик с сим-картой. Его обнаружили на станции скорой помощи в Новокузнецке. Такой же случай произошел в Удмуртии. Главу местного похоронного агентства задержали сотрудники управления ФСБ. За шанс быть первым, бывает, сражаются два, три, а то и пять агентов. И тут нередко доходит до оскорблений и даже драк. В Архангельске агенты так громко спорили о том, кто будет хоронить 92-летнюю пенсионерку, что усопшая проснулась. Как оказалось, врачи скорой помощи по невнимательности ошибочно констатировали смерть женщины. Она ругаться как-то так выкнула. А он говорит, она рвает. Ритуальное сожжение десятков катафалков в Екатеринбурге таким способом решили устранить конкурентов. Похоронный бизнес, считают эксперты, сегодня настолько дикий, что не поддается контролю. Я работал в разных организациях, где приходил новый руководитель и говорил, мы с вами не богодельны, наша задача зарабатывать деньги. Так говорил руководитель. И все подчиненные обязаны были выполнять эту команду. Кто мало приносил, всех увольняли. Сейчас на межведомственном согласовании находится законопроект о лицензировании похоронных агентств. Благодаря ему, возможно, будут сформированы стандарты качества оказания ритуальных услуг и предельные цены на них. Елена Макарова, Лилия Зорина, Дмитрий Матюшин, Игорь Гуляев и Владимир Козин. Первый канал.